Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Мукден, 30 сентября Михаил входит с чаем Выстрелы слышны? Сегодня не слыхать Поезд с ранеными пришел Солдаты раненые приходили сегодня В верстах двадцати всего от Мукдена, наши войска Отступили? Шибко отступают Дрогнувшим голосом Михаил говорит Совсем, говорят, плохо наше дело Совсем плохим не может быть Ну, отступим До каких же пор отступать нам? Пока в силу войдем Вот вы еще с весны писали, что пятьсот тысяч там нужно И верно выходит? Не я один, писал Михаилу Один за другим ко мне в купе приходят добрые соседи Мы потеряли тридцать восемь орудий Всего восемнадцать Три корпуса отступили, отступали очень быстро Последних раненых подобрать не успели Какая же причина? Вероятно, сил у японцев больше, чем мы предполагали Оптимисты настаивали Что все идет хорошо и все к лучшему Наш левый фланг, обходя японцев, уже заставил их Изменить свой фронт И теперь легче отрезать их И, помолчав, прибавляют Если, конечно, в Ляояне нет у них сильных резервов Сколько же войск здесь у японцев? По правую сторону Тайдзи десять дивизий Или сто двадцать тысяч А всего сколько? Ну, еще десять бригад, значит, еще половина Всего сто восемьдесят Я беру новости дня от четвертого сентября и читаю Благодаря заранее укрепленному Ляояну Мы уравновесили почти двойную численность противника Сто семьдесят тысяч наших Против трехсот двадцати тысяч японцев Вот, по-вашему, выходило, что у японцев сто восемьдесят тысяч Куда же остальные сто сорок тысяч делись? Может быть, ушли в порт Артур? А может быть, не только ушли, но и новые еще подкрепления пришли? Откуда? Все тоже откуда? Положим, и японцы убавляют наши силы Но там, кажется, немного иная цель У одного убитого японского офицера нашли приказ к солдатам Ойямы от 22 сентября В приказе, между прочим, сказано, что у нас пятьдесят семь тысяч всего И что на этот раз наша армия должна быть совершенно истреблена Конечно, при таком положении японский солдат веселее пойдет в бой Не напиваясь пьяным, как о том некоторые непременно хотели уверить мир, что японцы, где иначе как пьяными, в бой не идут Как бы то ни было, но из всех этих разговоров впечатление полного тумана Такого же, как был и в мае Не стоит и речь заводить на такие темы Кроме раздражения ничего не выходит В сущности же, оптимисты, которых громадное большинство, фактической почвы под ногами не имеют Только что мы получили письмо от Сергея Ивановича Он проводит грунтовую дорогу к янтайским копям И, следовательно, находится теперь на самых передовых наших позициях Был несколько раз под огнем и ружейным, и шрапнельным Одна шрапнель, говорит присланный им казак, упала совсем близко и обсыпала Сергея Ивановича землей Сам Сергей Иванович очень скромно обо всем этом умалчивает Говоря только глухо, что нашему дорогому писателю уже не о чем хвалиться передо мной Намекая на то, что я в последний день был, а он не был под Ляуяном Пишет он дальше Батарея 31-й бригады, где и я, очень пострадала накануне и теперь имеет только четыре орудия Тем не менее, батарея работала так, что заставила замолчать японскую Батарея? А что до меня? То я пил чай и, как хохол в Москве, считал падающие шрапнели Раненых приходит масса Очень пострадали 28 сентября томский, тамбовский и пензенский полки В ночь с 28 на 29 мы отошли назад за версту А вчера весь день двигались назад обозы Что всегда производит отвратительное впечатление Об общем положении дел тут так же мало сведений, как, вероятно, и у вас в Мукдене Говорят, что японцев гораздо больше, чем нас Но настроение пока бодрое В приписке сказано Нам холодно, нас много, а потому пришлите Во-первых, водки Во-вторых, водки И в-третьих, водки Насчет водки не так просто Четверть здесь продают по 8 рублей Но и за эту цену не всегда ее достать можно Ходил на вокзал Народу по обыкновению масса Сегодня у Шахе сражается 10-й корпус А 17-й отдыхает Приехал с юга поезд с начальником дороги Дмитрием Леонидовичем Хорватом И подполковником Колобовым Поезд стоял на станции Шахе Когда стали падать снаряды на станцию Начальник дороги был в это время на пути Ближе к снарядам версты на две Несколько шрапнелей разорвалось около него Очевидец рассказывает Когда первая шрапнель упала возле него Я думал, что он не сознает опасности Но потом упала другая, третья А он себе все так же спокойно стоит Послали к нему спросить, как быть с поездом Один вагон, которого уже обсыпало разорвавшейся шрапнелью Начальник дороги приказал поезду выехать за мост И остановиться вне выстрелов и там ждать его Но ехать нужно было тихо, чтобы не напугать войска и обозы Мы лучше подождем вас, говорят ему Совсем не лучше Потому что пока вы будете ждать В поезд может попасть снаряд И легче ему попасть в поезд, чем в меня Так и ушел без него поезд Когда начальник дороги проходил по мосту И на мосту стали рваться шрапнели В то время, как один генерал собирался садиться на лошадь Около него разорвалась шрапнель «Садитесь под мостом!» Крикнул ему кто-то Так генерал и сделал Звали и Хорвата Но он рассмеялся и махнул рукой «Я фаталист!» В Мукдене начальник дороги говорил «Мне очень совестно за то, что могут принять все это за браваду с моей стороны Еще более было бы совестно, если бы я был ранен Но в те мгновения я ничего не мог поделать с собой Точно сила какая-то заставила меня идти так, как я шел» Ощущение совершенно сходное с тем Какое и мы с Сергеем Ивановичем переживали тогда под Ляояном Подполковник Колобов передал мне два эпизода из этой поездки На станции Шахе бредет раненый «Тебе куда?» Спрашивает командир тамошней саперной роты «А вот» Раненый садится на край откоса насыпи И показывает свою раненую ногу В это время разрывается в нескольких шагах шрапнель Что-то черное, трудноуловимое в своих очертаниях Забирается к нам быстро-быстро вверх по откосу «Ох, проклятое, куда угодило?» Восклицается с тоном солдат и падает смертельно раненый Эта шрапнельная трубка пробила ему пах и застряла где-то внутри его тела Пока переносили его на платформу, несчастный умер Там же, около Шахе, подполковник видел отступавшую батарею Из восьми орудий на лицо было только одно и семь передков А солдат несколько человек всего Очевидно, остальные офицеры батареи, солдаты, орудия остались там, на поле битвы Приехал новый поезд с ранеными Начальник участка Несли приехал с этим поездом и сообщает, что под Шахе до пяти тысяч человек Очень пострадали четвертого корпуса сибирские и зарайские полки Семь часов вечера С крыши багонов видно, как рвется шрапнель Весь день несмолкаемый грохот пальбы Привезли раненых Тобольского полка В строю остался только командир второй роты Хотя и он ранен, схватив рукой во время атаки тесак, направленный ему в грудь Перестрелка происходила в упор из-за гребня сопки Из всего полка осталось меньше батальона Командир полка ранен в грудь на вылет Хороший был человек Говорит солдат второй роты, его полка тоже раненый Последние известия пришли к нам с одним прибывшим поездом с ранеными Станция Шахе осталась в наших руках Передовые отряды наши стояли в трех верстах южнее станции Шахе По сегодняшнее число определяют до пятнадцати тысяч раненых Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений, том шестой Петроград, издание «Товарищество Маркс», 1916 год В大丈夫е Петроград, издание «Товарищество», 1916 год